Бог мне показал видение, что я должен приехать в Болгарию и основать Интернациональную Церковь. А, Израиль, скажи Аминь. Про Израиль забыл, непростительно. И в этом видении мы, Интернациональная Церковь, с многих стран, там были руки черные, коричневые, желтые, белые. И мы молились за упавшую Болгарскую Церковь со скалы. И в това видение имаше голямо Интернациональная Церковь. Да, имаше много ръце, 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 различные цветовые. И всички се молиха за Болгарската Церковь, която в един момент се е воскреснула. И вново е застанала на същата височина, на която е била. Вново е застанала на скалу. Которая е наш Господь Иисус Христос. И вы знаете, я понимаю, что как человек я не мог эту миссию исполнить. Я, как человек, не може да не исполня тази миссию. Вот скажите, я мог собрать столько наций в этом зале? Как человек. Бих ли могла да собира толкова нации в една зала, как человек? Для человека это невозможно. За человека твое невозможно. Но для Бога все возможно. Но за Господь и всичко возможно. Вы знаете, вот мы здесь неспроста. И я вот просто думаю, вот епископ Александр сейчас сказал вот эту мысль. О том, что я это в самом начале получил. Что здесь в Болгарии, в городе Варна, будет штаб-квартира. Будет такой своего рода эпицентр. Для обучения миссионеров. За обучение на миссионерике. Который мы будем отправлять в окно 10-40. Вот это я получил 15 лет тому назад. В 2008 году. Что мы отсюда будем отправлять. Вы знаете, вот для Бога есть значение вообще нации? За Бога дали им значение, куя нация-то? Вы знаете, во Христе Иисусе написано так. Во Христе Иисусе написано так. Нет уже ни мужского, ни женского пола. Нет мужского, ни женского пола. Нет Елина, нет иудея, нет язычника. Знаете, вот кто-то сегодня воюет. Мы были в Ирландии. Там католики долгое время воевали, уничтожали протестантов. И не важно, какая нация. Просто приведу короткую притчу. Вот один брат Убивает друг друга брата. Христианина. Брат погибает. Брат умер. И уходит на небеса. Брат, который убил. Брат какой-то убил. Через какое-то время искренне покаялся. Вследствие искренне покаял. Уже перед самой смертью. Приди сама-то смерть. Это история возможна, реально сейчас. Тази история возможна. И тоже уходит на небеса. И също отива на небесата. И там братят встречаются. И там братят се виждат. И един брат у другого спрашивает. И един друг пита. Зачем я тебя убил? За какво съм тебя убил? Прости меня. Извини меня. Я... Сделал это по невидению. Я не знал, что творил. Не знаю, какво сам правил. Почему мы воевали? За что смей воевали? Ну, наверное, бес нас попутал. Сигурно и властанно бес. Бес уведения в уборках. А кому мы служили? Ну, кого смей служили? Ну, вроде Господу служили. Май на Господ. Ну, как мы Господу служили? Как смей служили на Господу? Если мы убивали друг друга. А кусме убивали един друга. Получается, что мы слушали дьявола? Значит, мы слушали дьявола. Ну, так получается. Такас и получала. И вы знаете, вот в книге Откровения приведена такая картина. Вот стоит Израиль. В книге Откровения. 144 тысячи избранных. 144 тысячи избранных. То есть можно пересчитать. Чистые евреи. Чистые евреи. Уже уверовавшие в Иисус Христа. Ушоам Аши. Очищенные, освященные святые. И обращенные из язычников. И сколько их? А их уже не с честь. Без числа. Как песка. На море. Как звезд. На небе. Молодец, Даша. Слава Богу. И вы знаете, вот там мы кто? Там куи сме. Там уже нет русского. Там нет русского. И там нет украинцев. Там нет казаха. Там нет евреев. Мы все одно. И нам оттуда надо смотреть. Треба там доглядами. Вы знаете, очень важно на этой земле уже потерять свою плоскую идентификацию. Многое важное. До загубим плоскость они. Вот есть такая нация на земле. Еврей. Это нация? Это и нация, и это и вероисповедание на сегодняшний день. Твои и нации, и вероисповедание. Есть такая нация, как христианин. Это нация? Вот я про себя могу сказать, что я уже давно не кореец. Во мне течет и славянская кровь, потому что у меня кровей намешанной. И русская, и татарская кровь. И русская, и татарская кровь. И мне сегодня обидно за славян. Потому что сегодня славяне убивают славян. Сегодня христиане убивают христиана. И это не по Слову Божьему. Так не должно быть. Скажи, да не будет. Потому что это страшно. Для Господа страшно. Бог смотрит на нас и говорит, что вы делаете? Вы же мои дети. Вы мое наследие. Вы мое благословение. Я вас избрал. Что вы делите на этой земле? Ничего с этой земли вы не сможете забрать. Ваше жительство на небесах. Ваше животное на небесах. Там нет нации. Там не ма нации. Я не русский. Я не украинец. Я не еврей. Я не язычник. Я христианин. Я христианин. Вы знаете, сегодня очень важно провозгласить буквально в духовный мир. Многое важно, да провозгласить его в духовный мир. Многие люди считают себя христианами. Много хора смят от себя себя за христианин. И на этом, к сожалению, все заканчивается. И до тук. И до тук. Точно до тук. Важно не просто считать себя христианином. Важно не саму досы смятаешь за христианин. А действовать как христианин. Действуешь ли ты как христианин? Действуешь ли ты как христианин? Двигаешь ли ты как христианин? Двигаешь ли ты как христианин? Воюешь ли ты как христианин? Воюешь ли ты как христианин? Наша война не против крови и плоти написано. против мироправителей, тьмы века сего. Против духов злобы поднебесные. Против кого мы воюем сегодня? Против дьявола надо воювать. И мы его уже победили. И не вече сме его победили. Во Христе Иисусе. Скажи аминь. Во Христе Иисусе. Знаете, сегодня Грузия будет проповедовать сегодня. Не из Грузии, а еще проповедовать. Один брат из Тбилиси. Будет проповедовать в первую очередь для болгарской нации. Мы благословляем Болгарию. Сейчас идет предвыборная кампания. Бог хочет поставить здесь свою Божью власть. И мы благословляем Болгарию именно на это. Пусть здесь станет власть от Бога. Утвержденная Господа. И помазанная на то, чтобы созидать. Не для того, чтобы воровать. А пробовать свою нацию. А для того, чтобы сделать Болгарию богатой. Духовно богатой страной. Мы когда-то провозглашали, что Болгария придет время. И что Болгария придет время и станет духовной Швейцария. И ще станет духовна Швейцария. Такой же прекрасна, такой же красивна. Също прекрасна и красива. Духовен Израил. Духовен Израил ще стане. Видите, здесь очень много евреев живет. Пусть эта страна, Болгария, будет процветающа страна. Благодаря Иисусу Христу. Благодарение на Иисус Христос. Корея уже стала такой страной. Корея вече и станала такой страной. В один момент Корея решила, что мы будем Божьей нацией. Будем молиться и трудиться. И Бог их поднял. За какие-то десятки лет. За пятьдесят лет это стала самая высокоцивилизованная страна. Болгария может так стать? Сама нет. Но с Богом все возможно. Я приглашаю. Давайте поприветствуем брата Сергея Гурова.